Привет, мои хорошие! Добро пожаловать ко мне в гости! Хочу с вами поделиться, показать наш рацион питания за неделю. Начинаем мы с понедельника, с завтрака. В этот день я решила сделать для нас с мужем творог со сметаной, с орешками, с фруктами. Так как нет меда, потому что мы его не купили, добавляю немножечко сгущенки. Нарезаю один банан на двоих, один апельсин на двоих. Очень экономно получается. Также добавляю себе в тарелку чернослив. Муж не любит чернослив, поэтому добавляю его только себе в тарелку. Обязательно промываю под проточной водой орехи. В моем случае это миндаль и грецкий орех. Буквально по горсточке мою и добавляю каждому в тарелку. Поливаю все это немножечко сгущенкой, стараюсь не перебаршивать, потому что это не сильно полезно. И вуаля, все, наивкуснейший творог готов. Сделала еще по паре небольших бутербродиков с сыром и колбаской и также подготовила нам по кружечке черного чая. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мужу с собой на работу накладываю мясо по-французски, передавала свекровь на днях. Сразу хочу сказать, что в начале недели у нас будет немножечко блюд, которые нам передали. Очень за это благодарны родителям. Добавляю также кусочек черного хлеба, наливаю бутылочку водички и все. С собой у мужа еда готова. К обеду я решила нарезать салат, огурцы, помидоры, морковь. Также нарезаю одну луковицу, нарезаю ее всю на четвертинки, потому что она была не сильно крупной. И также добавляю всю-всю зелень, которая у нас была. Обожаю за это салаты, за то, что можно использовать зелень, так как мы не сильно ее так активно едим. А в салаты она хорошенечко так уходит и полезна, и очень практична. Добавляю соль по вкусу, черный молотый перец и подсолнечное масло, так обильненько. Сейчас для меня это очень полезно. Было бы оливковое, конечно, было бы гораздо-гораздо лучше. В понедельник на обед у меня также мясо по-французски, грибочки, соленья, салат. И к нему добавила еще маслины, я их очень люблю. И также чай себе заварила. На ужин у мужа после работы две отбивные куриные, салат, грибочки, кусочек черного хлеба, конфетка и чай. Я не захотела тогда ужинать. У меня ужин вот такой, чуть попозже, бутербродик, маслины, сырочек и чай. Во вторник утром очень рано проснулись. Не хотелось мне очень долго с чем-то заморачиваться, например, готовить кашу. Поэтому у нас был сухой завтрак. Да, это не сильно полезно, но иногда выручает и очень вкусно для разнообразия. Все поливаю молоком, по бутерброду горячему в микроволновке разогреем. И у мужа еще тут половинка трубочки со сгущенкой. И, конечно же, чай. С собой мужу накладываю последнюю порцию гречки с куриным бедром. Делала как-то вот в этой форме гречку сверху, выкладывала бедра, и все в духовке у меня прекрасно приготовилось. Очень вкусно. Муж сказал, что это самая лучшая гречка, которую он когда-либо ел. Так он, конечно, гречку не любит. А вот в сочетании с курочкой, видать, такая сочная, получилась вкусная, ему понравилось. На обед у меня салатик курино-отбивная, кусочек хлеба и кофе с молоком. В качестве перекуса потом в течение дня у меня сырочек вот такой понравился, творобушки, один банан, апельсин, кофе с молоком. На ужин доедаем мясо по-французски с салатом, обильно прям салата у нас в этот раз, грибочки, хлебушек и зеленый чай. В среду на завтрак у меня появилось желание приготовить молочную кашу овсяную. Решили в этот раз купить, попробовать увелка, так как не было ясно солнышка. Купили увелка, второй средний размер хлопьев овсяных. И, вы знаете, получилось очень даже вкусно, мне очень понравилось. Добавляю на глаз, не знаю, сколько добавляю молока, всегда на глаз добавляю в кастрюлю. И разбавляю немножечко водой, привыкла так готовить. Слегка присаливаю, также добавляю сахар. И когда уже вижу, что молоко вскоре будет закипать, уже появляется такой пар, и я добавляю овсяные хлопья. Тоже добавляю на глаз, никогда не меряю ни стаканами, ни еще как-то. Просто стараюсь делать не сильно густую. Мы любим, когда каша такая более жидкая. Добавляю в тарелочки по кусочку сливочного масла обязательно. Во-первых, и вкус становится такой более, мне кажется, сливочный, приятный, молочный. Вот. Ну и еще я знаю, что это очень-очень полезно. Помыла еще горсточку грецких орехов. Сделала по паре бутербродов с плавленным сыром. Муж наелся, не захотел их. И я положила ему с собой на работу вместе с двумя отбивными и салатиком. В среду на обед у меня бутерброды горячие, маслины, морковь по-корейски и захотелось вишневого сока. На ужин у мужа соленья. Это фунчоза, спаржа. Полюбили в последнее время кабачковую икру. Вот тут бутерброд с кабачковой икрой, отбивная и салат. Дальше я решила приготовить на завтра, на четверг, творожную запеканку. Как раз у нас был творог, который нужно было использовать. Рецепт очень-очень простой. Добавляете творог, который у вас есть, не измеряю по граммам. Добавила несколько столовых ложек манки, ложек столовых 6 манки. Сахар, соль по вкусу, 3 куриных яйца, ванилин. И решила проэкспериментировать добавить чернослив. Хоть муж, как я вам уже сказала, не ест чернослив, не любит. Но сейчас я чернослив ем. Для меня это сейчас важно в моем положении. Я решила попробовать сделать с черносливом. Почему бы и нет? И вы знаете, очень даже понравилось. И муж, кстати, ел и ничего даже не сказал, что ему не нравится или еще что-то такое. Ел и наслаждался. Разравниваю столовой ложечкой аккуратно. Сверху буквально немножечко сметаны, чтобы она как бы вот так закрывала творог. И в духовке как раз получится такая румяная корочка. Напишите, вы также делаете творожную запеканку или нет. Можно, кстати, вместо чернослива, конечно же, добавлять, например, цукаты или изюм. Тоже очень вкусно получается. Такая запеканка получилась. У меня она была в духовке при 180 градусах. Буквально минут 45 смотрела по румяности, чтобы она была пропеченная. И сверху, чтобы была румяная корочка. Посыпаю сахарной пудрой индивидуальную в тарелочку. Добавляю немножечко сметаны или сгущенки. Получается просто великолепно. В четверг на завтрак нам надо было использовать сосиски. Они уже лежали достаточно так давно. И чтобы они не испортились, нужно мне было их использовать. Поэтому я о них вспомнила и решила сделать яичницу. Пожарила сосиски пополам. Их вот так разрезала. Пожарила отдельно. И 5 яиц пожарила отдельно. Как раз закипел чайник. Я заварила зеленый чай. И все. Очень быстрый завтрак готов. Мужу с собой он попросил две вот таких порции, два квадратика творожной запеканки положила. Полила сверху сгущенкой. Муж любит в холодном виде запеканку. Поэтому он не разогревает. Я сразу ему сверху полила сгущенкой. И у меня тоже на обед была запеканка со сметаной, со сгущенкой, с орешками. И, конечно же, зеленым вкусным чаем. На ужин у мужа также бутербродики, салат, спаржа и чаек. Все подъели. Поэтому мне нужно приготовить было еду, чтобы и мужу с собой на работу что-то было. Пока мяско тушится. Приготовила уже, отварила макароны. Такие как рожки. К мясу добавляю томатную пасту, майонезик, также любые специи, которые вам нравятся. Куркума, черный перец, паприка, например. Солю по вкусу. И все. Наивкуснейший ужин готов. Так как я не захотела ужинать, у меня ужин такой был чуть попозже. Йогурт, сырочек, сыр адыгейский, три кусочка, зефир и чай с лимоном. В пятницу на завтрак у нас творожная запеканка. Осталось буквально две порции. Убираю в холодильник. Добавила сметану, сгущенку, помыла по горсточке миндаля и грецкого ореха и налила в кружке зеленый чай. С собой мужу накладываю макароны и мясо. У меня тоже на обед макароны с мясом. Стараюсь есть как можно больше зелени. Знаю, это очень полезно. И чай, конечно же. У мужа после работы бутерброды с кабачковой икрой, лук зеленый, морковка по-корейски и макарошки с мясом. Я не захотела ужинать. И чуть попозже у меня была булочка с вишней и чай. В субботу на завтрак у нас творог. Очень похож завтрак на завтрак в понедельник, который у нас был. Банан, апельсин, чернослив, орехи. У мужа еще круассан с ванилью. У меня кофе с молоком. У мужа чай. И по чакопаю. Конечно же, чакопай мы не осилили. В субботу на обед у нас тут сыр нити. Были на рынке, покупали такая булочка с ветчиной с сыром и макароны с мясом. Так у нас обедал муж. А у меня вот такой был обед. На рынке купили клубнику. Тот же сыр нити. Что и муж кушал. Булочка с ветчиной с сыром вторая. И кофе с молоком. На ужин буквально тоже такой перекусик. Как бы мы были не голодные. Кушали гренки, сыр нити. У меня йогурт активия. И чай. Ну и завершаем нашу неделю. Воскресенье. Завтрак. Доели, получается, творожную запеканку с черносливом. Пообедали макаронами с мясом. Разделили на двоих. Как раз доели макароны. Бутерброды. У меня еще морская капуста. А у мужа морковь по-корейски. Ну и на ужин буквально по такому перекусику. Булочка у меня со шпинатом. Сырок. И чай. Спасибо, что посмотрели. В описании мой телеграм-канал. Не забывайте про него. Подписывайтесь. Я вас всех целую. Увидимся скоро. Пока-пока.